22 июня. День памяти и скорби. Памяти всего нашего народа, всех его поколений. О самой страшной войне в его истории, Великой Отечественной. День памяти о бесчисленных примерах мужества и героизма, и день скорби о миллионах погибших. Самая кровопролитная в мировой истории война продолжалась 1418 дней и ночей. Именно такое количество поминальных свечей горит сегодня у монумента славы на Поклонной горе. Приспущены государственные флаги Российской Федерации. Митинги и церемонии возложения венков проходят во многих российских городах и селах. Советский народ вышел победителем из этой войны, заплатив за победу страшную цену. Более 26 миллионов погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в Тулу от голода и лишений. Мы скорбим по всем тем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите своей родины. Участники поискового отряда в Северной Осетии рядом с селом Красногор нашли еще один советский боевой самолет времен Великой Отечественной войны. Обломки находились в болоте на глубине почти два с половиной метра. Поисковикам удалось определить марку самолета. Это истребитель ЛАК-5. Одним из предполагаемых мест крушения самолета был вот этот участок. Мы, используя глубинные приборы, металлодетекторы, более точно определили место крушения. Мы провели первоначальную подготовку руками. Ну и выяснили, что основные узлы крупные, двигатель, шасси, они остались в болоте. ЛАК-5 уже второй самолет, который удается отыскать в этом регионе. О том, что в лесу за селом находятся обломки советского истребителя, поисковикам рассказали местные сторожилы, которые в 42-м видели, как он упал. Взрыва не было, а просто как будто что-то вот бухнуло, и удар, видимо, звук от удара. Ну и потом много раз мы подходили туда, долгое время хвостовое оперение, даже хвост этого самолета торчало из-под земли. Две с половиной тонны металла и древесины прочно увязли в болоте. Работу поисковиков осложнили дожди, которые не прекращались неделю. Но с помощью мощной техники после нескольких попыток со дна всё-таки удалось поднять крыло самолёта и детали двигателя. За годы Великой Отечественной в небе над Северной Осетией была сбита почти сотня самолётов. Пока поисковикам удалось установить места падения только нескольких из них. Но даже это помогло узнать судьбу десятка лётчиков, считавшихся пропавшими без вести. Два года пытались достать самолёт американского производства. Советский Союз их брал под Лизу. И по рассказам очевидца все четыре пилота находятся там. В центре реки Терек, рядом с Моздоком. Поисковики по бортовому номеру самолёта смогут установить фамилию лётчика, который отправился на нём в свой последний полёт. Как только работы закончатся, на месте падения самолёта поставят памятник, а лётчика перезахоронят со всеми воинскими почестями.